Не дожидаясь проверок со стороны ответственных ведомств, сегодня мы решили провести свою. Наш корреспондент Маргарита Колесникова вместе с ребенком побывала в популярных местах отдыха. К каким выводам она пришла, узнаете прямо сейчас. Лето, период отпусков и большинство дошкольных учреждений закрываются на ремонты. Попробуем протестировать наши иркутские аттракционы и детские площадки и проверить, насколько безопасно там находиться. У нас все документы, у нас все есть. То есть можно будет посмотреть, да, в случае чего? Вы посмотрите, вы заранее говорите, у нас здесь в детстве. Понятно. Потому что, а вы по-какому вообще, ну в том плане, что вы же не прокуратура, не... Я понимаю, ну то есть простым вот посетителям нельзя что-то смотреть? Скорее всего нет. Но так как не у всех родителей есть возможность оплатить эти развлечения, здесь неподалеку обустроена неплохая детская площадочка. В чем большой плюс? Здесь покрытие мягкое, поэтому в принципе, думаю, даже если ребятишки упадут случайно, то все-таки можно обойтись без серьезных травм. Мне не страшно, потому что все опасно. Сейчас мы отправимся с ней в еще одно место. У меня ощущение, что я переместилась просто во времена своего детства в глобус. Я так думаю, он, наверное, мой ровесник. Как видно, что его уже давным-давно разъедает ржавчина. Также в этом дворе есть баскетбольная площадка, которая огорожена решетками, но вот многие прутья выломаны. Только что Полина хотела пролезть между прутьями. Торчат спиленные, вырванные элементы конструкции, и поэтому запросто можно пораниться. Все здесь очень стало, сколько очень. И катели, и много стало. Нашли мы с ней один из самых высоких батутов в городе. Народу там достаточно много. Можно сказать, что этот аттракцион максимально приближен к идеальному из всех тех, на которых мы сегодня побывали. Кроме того, что здесь есть стенд с лицензией, стенд с огнетушителем, аптечка, которая пригодится для оказания первой медицинской помощи. Лично я пришла к следующему мнению. 100% безопасность не может гарантировать никто и нигде. И в первую очередь комфорт детей зависит исключительно от самих родителей. Только их внимание и контроль может снизить количество травм во время летнего периода. Маргарита Колесникова, новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова